Здравствуйте, уважаемые зрители! Зовут меня Дмитрий. Тема видеоурока это знакомство и работа с таким инструментом, как координаты. В более ранних версиях программы данный инструмент назывался координаты объекта. Чтобы задействовать инструмент координаты, вам необходимо выбрать в текстовом меню окна, далее окна настройки, здесь выбрать пункт координаты. Для чего нам будет полезен данный инструмент? Дело в том, если вы так же как и я занимаетесь сложным черчением для столярных производств, делаете чертежи для станков щепу, создаете чертежи макетов для лазерной резки и занимаетесь всем тем, что требует сложных конструкторских построений, чертежных построений, вот инструмент координаты здесь вам очень сильно в этом поможет. Потому что при помощи данного инструмента мы сможем с высокой точностью интерактивно строить такие объекты, как квадрат прямоугольник, окружность эллипс, многоугольник, причем в последних версиях появилась возможность строить правильный многоугольник с нужной нам длиной стороны многоугольника. Помимо прочего мы сможем при помощи инструмента координаты изменять размеры наклонных линий, строить наклонные линии нужной нам длины. И помимо прочего мы сможем работать с многоточечной линией. И теперь давайте обо всем по порядку. Дело в том, что помимо основной своей работы я также занимаюсь обучением. Как правило, у меня обучаются люди, которые только начинают изучать корл, либо переходят с более ранних версий на более поздние версии. У них как бы у всех формируются однотипные, как бы важные такие вот вопросы. Вот как раз-таки один из этих важных вопросов. Это точное построение наклонных линий, точное измерение наклонных линий, точное и быстрое измерение наклонных линий, точное построение наклонных прямоугольников и изменение размеров наклонных прямоугольников. Это вот такой вопрос, который задают новички и даже задают опытные пользователи. И давайте обо всем по порядку. Давайте построим простым инструментом Возьмем для этого ломаную линию, либо двухточечную линию Здесь не важно Построим вертикальную линию и построим горизонтальную линию Сейчас разберем суть вопроса Дело в том, что когда у нас идет точная вертикальная, либо точная горизонтальная линия или отрезок Поменять размеры мы можем без проблем Для этого выделяем нашу линию, видим сразу ее размер Давайте поменяем, например, на 400 мм То же самое с горизонтальной линией Но теперь давайте наклоним немножко нашу линию Давайте дадим угол наклона, например, произвольно в 30 градусов Что мы теперь видим? Мы видим то, что теперь у нас отображается не реальная длина линии У нас отображается проекция линии Давайте покажу, как это выглядит Объем направляющая Для наглядности Возьмем измерительный инструмент Видим, что у нас сейчас размер 200 мм Хотя по факту у нас размер линии больше То есть сейчас мы имеем именно размер линии Не линии, да, вот здесь отображается А размер проекции И это вызывает ряд проблем у новичков То есть теперь возникает резонный вопрос Как менять оперативно длину линии И как оперативно измеряя длину линии Так вот, то же самое касательно и прямоугольника Давайте возьмем какой-нибудь пример Ну вот пример чертежа Вот наш прямоугольник Нам случится брусок И опять-таки мы видим его нереальный размер А мы видим именно размер Габаритного контейнера данного объекта То есть от этой точки до этой точки И от этой точки до этой То есть это нереальный размер, а именно размер габаритного контейнера Если мы здесь попытаемся что-то менять Давайте поменяем Мы естественно получим искажение Ну давайте возьмем 600 допустим Вот, видим что Таким образом менять размеры наклонного прямоугольника Не представляется возможным То же самое и с линией Так вот, инструмент координаты объекта Помимо всего прочего Помимо точных построений Он также нам позволяет менять быстро Размеры наклонных линий Видеть размеры наклонных линий И быстро менять размеры наклонных прямоугольников И менять, и быстро снимать размеры данных прямоугольников Вот, это первая вещь Для которой я использую именно инструмент координаты объекта в черчении Ну и конечно же построение Что ж, давайте начнем с линии Разберем основные настройки данного инструмента А настройки, поверьте мне, здесь достаточно интересные И начнем, значит, с первого Это мы то, что мы можем для двухточечной линии Или по-нашему для отрезка Задавать нужные координаты Начальной точки И нужны координаты конечной точки Причем эти координаты можно задавать как абсолютно Так и относительно Ну абсолютно у нас идет ноль Если вы не знаете У нас ноль идет по умолчанию Это вот находим линейки Ноль у нас верхний, нижний левый угол листа получается Сейчас найдем лист Здесь у нас находится Вот, если посмотреть по линейкам Вот, нижний левый угол Это у нас получается Абсолютный ноль Вот, и давайте возьмем Построим линию Вот она у нас И мы видим, что Начальная точка у нас, естественно, соответствует То есть, x, y, 0 То есть, абсолютный ноль Дело в том, что вот Абсолютный ноль я редко использую Потому что не очень удобно это при черчении Но ничто не мешает нам использовать Например, относительный ноль Давайте я продемонстрирую, как это происходит Давайте сместим линию произвольно Например, как-нибудь так Вот, и нужно нам сместить теперь Например, начальную точку Ну, на 20 мм по x Не нужно высчитывать, сколько это будет там Ну, вместе с абсолютным нолем Мы просто плюсуем, либо минусуем, да Нужное нам Нужное нам смещение Обращаю ваше внимание, что При нажатии Enter у нас по умолчанию создается новый объект Если вам старый объект не нужен То, естественно, можно Нажать не Enter Либо не создать объект А нажать кнопку заменить объект Ну, давайте напишем Плюс 20 Нажимаем Заменить объект Видите, у нас перемещается начальная точка отрезка x, y А уже относительно Глобального нуля, да Очень удобно То есть помню, что вот эти вот числовые ячейки Помимо ввода В них можно, ну, ввода цифр Можно вводить простые операторы Такие как плюс, минус Деление, умножение Скобки и так далее Это очень удобно при расчетах И опять-таки при вводе относительной координаты Думаю, здесь понятно Куда более, кстати, удобный способ Нежели ввод Да, числовых значений Даже относительно Это интерактивный ввод при помощи мышки Вот у нас есть Такой значок Именно задать точку интерактивно Здесь мы можем Изначально задать нужную нам длину линии Нужный нам поворот линии Далее нажимаем задать точку интерактивно И программа Давайте увеличим для наглядности Длину линии Так Вот И нажимаем задать точку интерактивно И программа нам предложит Установить линию в нужное нам место То есть Обращаю ваше внимание Что при этом работают Как обычные привязки Так и привязки Динамические направляющие Динамические выравнения Вот таким вот образом Я, кстати, рекомендую Именно Когда вы работаете инструментом координаты Обязательно включить Направляющие выравнения Динамические направляющие Как с этими направляющими Выравнивания работать У меня есть отдельный урок Вот здесь на канале Он посвящен привязкам Можете посмотреть Так вот То есть Поняли, что очень удобно Задавать именно Начальную и конечную точку интерактивно Ну и помимо прочего Естественно Мы можем Менять уже Готовый размер линии Как вот Если вернуться в самое начало Нашего видеоурока То есть Видите Если нам нужно поменять Длину линии Мы используем Не вот эти два окошка А мы используем Именно координаты объекта В режиме линии Давайте поменяем Вот я сейчас Выделал линию Я сразу вижу Длину нашей линии Видите Она у нас на самом деле Не 200 А 400 мм Видим Наклон линии Да Угол Вот И можем это все Менять Ну давайте поменяем Длину Давайте возьмем Например 500 Видим что у нас Длина линии поменялась Ну естественно Можем менять Наклон линии Обращаю ваше внимание Что По умолчанию У нас Каждое нажатие Кнопки Это у нас 5 градусов Можно задействовать Стрелки вверх вниз То есть Перемещились В ячейку поворота И нажимаем Стрелки вверх вниз Каждое нажатие Стрелки у нас Это поворот на 5 градусов Это бывает удобно Иногда в черчении Вот Интересной особенностью Которую я часто Использую при работе Именно с линией В инструментах Координаты Это Взять размер И взять Угол поворота По какому-то Определенному Участку чертежа Давайте покажу Что это значит Потому что Это очень удобно И это позволяет Избежать ошибки Во время черчения Предположим У меня есть линия Давайте Вот она у нас Построим Опять произвольную линию Вот у меня есть линия И длина Вот этой линии Вот этого отрезка Она должна совпадать С длиной Вот этого отрезка Наклонного На данном чертеже Как это сделать? Конечно можно Померить Вот этот отрезок Взять размер Взять размерную линию Померить Либо померить При помощи Опять-таки Вот этого инструмента Это бывает Не всегда удобно Второй Очень удобный способ Это взять наш отрезок С которым мы работаем Далее Найти размер объекта В координатах Сработает Двухточечной линии И вот здесь Берем Сдать длину Линии Интерактивно Нажимаем У нас появился Такой вот курсор В виде линейки Далее С включенными Привязками Указываем Длину линии И она тут же Видите Подхватывается И у нас теперь Тута длина линии Соответствует Вот этой вот Длине линии То есть Получается Не нужно Запоминать размер И потом его Применять Вот В этом Примежутке Как раз таки Получается и ошибка То есть Мы померили Запомнили Ввели значение Ну немножко Ошиблись И вот Так часто Вот ошибка Возникает Причерчение Вот Помимо Переноса Длины линии Можно еще Переносить Поворот линии Давайте вот Повернем Вот эту вот Линию На тот же угол Что у нас И вот эта линия Да Для этого Берем Угол Задать Интерактивно Опять таки Убеждаемся Что у нас Включены Привязки Пожалуйста Раз И нажимаем Заменить объект Все Мы построили Линию Нужной длины И Линию Нужного Нам Наклона Давайте Померим Более точно С привязкой Вот она Видим Что все Совпадает Что ж Думаю Здесь понятно То есть Очень хороший Инструмент И крайне Незаменим В очерчении Давайте Его теперь Закрепим На практике И построим Такой Относительно Простой Чертеж Вот у меня Вот есть Уже Как бы Эскиз Ну Скриншот Это фотография Не чертеж И вот Нам нужно Точности Его повторить Это у нас Ножка Для стула Либо для Табуретки Кому как угодно Но она Не такая Простая Как здесь Мы Немножко Его украсим Такими Вот Скосами Как раз Таки Угол Скоса Нам нужно Повторить Точности Как в оригинале Поэтому Мы воспользуемся Именно Инструментом Координаты Работа С двухточечной Линией Что ж Давайте Приступим Берем Двухточечную Линию Задаем Нулевую Точку Интерактивно Но перед Этим Зададим Начнем Снизу Зададим Размер 20 Миллиметров Так Создали Объект Дальше Нам необходим Скос 45 И длина Линии 14.4 Не снимаем Выделение Сразу Даем Угол Сразу Даем Длину 14.4 Нажимаем Создать Указать Интерактив Нажимаем Создать Объект Напоминаю Нужно нажимать Создать Объект Если хотите Создать Новый Объект Если хотите Заменить То нажимаем Заменить Объект Дальше Идем Скос Построили Дальше У нас Идет Линия Длиной 110 Миллиметров Можем Любую Линию Взять Уже Готовую И задать В данном Случа 110 Миллиметров И длина Поворот У нас будет 90 Обратите Внимание Все Интерактивно Меняется В окне Как только Мы здесь Так Создали 110 Далее У нас Идет Скос Вот он 63 Угол И Длина Скоса 22 36 Все Тоже самое Можем Взять Готовый И здесь Поменять 63 Угол Так И у нас Длина 22 36 Здесь Надо было указать Угол Минус Ну Неважно Мы отразим Далее Строим Часть Этого Вот Квадрата У нас Получается Выход 10 Миллиметров Можно взять Уже Готовый Просто Поменять Размер На 10 Миллиметров Нажимаем Создать Объект Далее У нас 60 Миллиметров Тоже Возьмем Готовый Просто Поменяем Угол И Зададим 60 Миллиметров Указать Точку Так Построили Дальше У нас Идет Скос Можно скопировать Эти Два Объекта Так И у нас Идет Линия 142 Миллиметра Создаем Объект Далее У нас Здесь 60 Значит 30 Миллиметров У нас Можно Взять Любую Горизонтальную Линию И Зададим 30 Миллиметров Половина Детали Готова Сделаем Зеркальную Копию Для этого Выделяем Все Объекты Находим Крайний Боковой Жирный Маркер Зажимаем Клавишу Контур И тянем Левую Кнопку Мыши Не отпуская Нажимаем Правую Тем самым Мы создали Нашу Копию Ну в принципе Можно сказать И все По работе С линией Давайте еще Достроим Прямоугольник Внутри И сделаем Вот такой Вот Под Гнездо Чертеж Гнезда Под Шип Получается Для этого Воспользуемся Инструментом Прямоугольник Вот он У нас Здесь Можем Сразу Взять У нас Рисует Квадрат Указать Его Базу Мы По Прямоугольнику Потом Поговорим Более Подробно Значит У нас Размеры 60 на 60 Так как У нас Взят Инструмент Квадрат Поэтому Сдаем Только Одну Сторону Все Построили Далее Сделаем Шип Гнездо Под Шип Здесь У нас 25 на 15 Значит Меняем Базу У нас База Уже Будет Снизу Вот У И Пишем 25 Ширина На 15 Высота На 15 Также Таким Образом Сдаем Ну вот Можно сказать Что мы Чертеж Выполнили Как видите Инструмент Прямая Через Две Точки Нам Значительно Помог То есть Мы Смогли Точно Задать Угол Точно Задать Длину Линии Как видите В черчении В точном Достаточно Удобный Инструмент Я Просто Объяснял Попутно Свои действия Если Это Делать Все Быстро Вводить С клавиатуры Переключаться Между Ячейками Кстати Можно При помощи Tab Клавиши Это Все Происходит Достаточно Быстро Что ж Теперь Давайте Поговорим О других Инструментах Окна Координат Инструмент Прямоугольник В прикрепленном Окне Координаты Объекта Как я уже Говорил Это Достаточно Тоже Серьезный И полезный Инструмент Он Позволяет Нам Во-первых Строить Прямоугольники Различных Размеров От Любой Из Девяти Доступных Баз Помимо Он позволяет Строить Наклонные Прямоугольники Менять Размеры Наклонных Прямоугольников И так далее Давайте Рассмотрим Основные Настройки Значит Первое Мы можем Естественно Задавать Координаты Точки X Y Причем Опять-таки Удобно Задавать Либо Относительно Плюсовать Либо Минусовать Но еще Более Удобно Как есть Пример Линии Задавать Координату Именно Интерактивно При помощи Мышки Причем Координаты Вот отсюда То есть Нам доступно 9 точек То есть Угловые Центральные Сам Центр Прямоугольника Вот Где мы Выставим Там у нас И будет Как бы База Вот это Вот Давайте Продемонстрирую Немножко Увеличим Ширину Чтобы было Более Наглядно Сделаем Допустим 100 На 100 Вот Берем Указать точку Интерактивно И видим Что Вот у нас Строится Прямоугольник Видим Сейчас У нас Взята База Верхний Левый Угол Если Поменяем Можно Менять Интерактивно Ведь Теперь У нас База Это Средняя Линия Стороны Средняя Точка Стороны Можно Взять Например Центральная Линия Нижний Правый Угол И так Далее Все Доступно 9 Точек Обращаю Ваше Внимание Что Вот эти Базы Они Также Задействованы При изменении Уже Готового Прямоугольника Давайте Рассмотрим На конкретном Примере Чтобы было Наглядно Чтобы Было Все Понятно У нас Есть Такой Чертеж Детской Кроватки И у нас Вот Вверх Да Это у нас Брусок В данном Случае Брусок У нас Имеет Ширину 50 Длину 694 Хотим Например Поменять Ширину Не устраивает Наша Ширина Бруска 50 А хотим Например 60 Я Нахожу Ширину Меняю 60 Нажимаю Заменить Объект Мы видим Что Ширина Поменялась Точности Как нам Нужно То есть Вот этой Базы Если Например У нас Точка Базовая Стояла По центру То получилось Что Ширина Бруска Меняется От центра В разные Стороны Давайте Посмотрим В данном Случа Это нам Неприемлемо Почему Потому что Нам Пришлось Потом Брусок Переносить При помощи Привязки Так Указали Базу Которую Нам Нужно И поменяли Размер Очень Удобно Если Нужно Поменять Длину То же Самое Хотим Чтобы Брусок По длине Менялся То есть Нарастилась Вот эта Часть Бруска Прямоугольника Ставим Базу От нижней Точки Обратите Если запутались Где какая база Всегда идет Подсветочка Видите Вот таким Синим Цветом Даже На готовом Объекте И здесь Допустим Пишем Длина У нас Не 693 Пускай Будет Длина 700 Пишем 700 Нажимаем Заменить Объект И видим Что у нас Брусок Удлинился До 700 Миллиметров От нашей Базовой Точки То есть Это удобно То есть Используем Базу Не только Для построения Для интерактивного Построения Но можем Использовать Базу Для уже Изменения Готовых Размеров Прямоугольника Думаю Здесь Все понятно Дальше У нас идет Ширина Высота Здесь тоже Понятно Опять таки Обращаю Ваше внимание Что можно Брать Ширину Высоты Высоту Прямоугольника Уже С готовых Элементов Чертежа Но предположим Вот я создал Объект Ну и хочу Чтоб его Длина Например Равнялась Вот этой Вот длине Да Вот От этой части Например До этой Берем Да Высота У нас Опять перевелся Как из линии Такой маркер В виде линейки Наводим Вот таким вот Образом Раз Видим Что У нас Брысок Удлинился Именно По Нашей Вот этой Линейной По Нашим Интерактивным Размерам То есть Очень удобно То же самое Касательно И поворота То есть Выделяем Объект Берем Здесь Поворот И допустим Задаем Поворот Видите Интерактивно Объект Объект Вращается С учетом Опять-таки Базовой Точки У нас Сейчас Базовая Точка В центре Стоит Для 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 Таких Инструментов Как Прямоугольник Также Ограничивающий блок Доступен Для Окружности И Ограничивающий блок Доступен Для Многоугольника Что значит Ограничивающий блок То есть Можем задать Левый и Верхний Правый угол Ограничивающий блок Именно Интерактивно То есть Ну давайте Продемонстрировать Ничего сложного Нет Берем Прямоугольник Нажимаем Указать Интерактивный И Вот Можем Мышкой Строить Так Можно Левый Угол Либо Нижний Левый угол Либо верхний Либо верхний Правый угол Вот Но Обращаю Ваше внимание Есть одно Маленькое Ограничение Ограничивающий блок Можно использовать Только в том Случа Если у вас Угол поворота Равняется Нулю Если вы Зададите Угол поворота Да Какой-то Перед Использованием Ограничивающего блока Он Видите Сбросится То есть Вот Я перешел В ограничивающий блок Угол поворота Как бы не задействован То есть Это об этом нужно помнить Что ж Думаю с прямоугольником Понятно Давайте еще рассмотрим А Да Еще забыл сказать Немаловажный момент По поводу Построения прямоугольника Также Прямоугольник Ну Можно Разными способами Как мы поняли Строить Можно задавать Интерактивную Точку Да Можно там Брать Размеры Можно использовать Ограничивающий блок Но помимо прочего Прямоугольник Еще можно строить Например Выбрав уже Какие-то готовые Построенные элементы Допустим Вот я беру У нас есть такая вот У нас чертеж Ножки Который мы ранее сделали Если сейчас Перейду в прямоугольник Видите То как бы Все объекты Используются Для построения Нашего прямоугольника Нажимаю Создать объект Это я построил Прямоугольник В точности По размерам Которые соответствуют Габаритным размерам Нашей вот этой ножки Способ тоже Также удобен Я его иногда Использую для создания Заготовок Ну Для ЧПУ станков Именно как у нас есть чертеж Да и нужно сделать Заготовку Очень удобно Выделяем чертеж Переходим в координаты Нажимаем Создать Объект И мы уже имеем Примерные размеры Заготовки А дальше можно Немножко там Увеличить И так далее Очень удобно Также если допустим У вас будет построена Построена окружность Да Вот у нас окружность И вы перейдете В инструмент координаты Прямоугольник Видите Нажмем Создать объект У нас Прямоугольник Как бы Вписывает В себя окружность Тоже достаточно удобный способ Мы его кстати Коснемся В ходе выполнения Практической работы Думаю здесь понятно Давайте еще раз Берем многоугольник И потом уже перейдем К нашей Вот этой практической работе В данной версии Корла Последней Доступны два типа Многоугольника Обычный многоугольник И просто многоугольник Обычный многоугольник Это еще его называют Правильным многоугольником То есть здесь у нас Многоугольник состоит Из сторон Каждая сторона Равна Нужному нам Размеру То есть у нас Многоугольник С три стороны Каждая сторона У него равна 106-319 Допустим Здесь мы не можем Менять Ширину Высоту Потому что Естественно Правильный многоугольник Здесь мы можем Только задавать Размер объекта Давайте построим Возьму Так же построю Окружность Перейду В обычный многоугольник Вот у нас Вписался Новоугольник В окружность И вот пожалуйста Мы можем здесь Менять Как бы размер Ограничивающего Блока Вот И в принципе Все Тут у нас Еще доступна Ну координата То есть можем Многоугольник Поставить в любое место Как и с Прямоугольником Ну и естественно Что немаловажно Было черчение Можем задать Нужную нам Длину стороны Многоугольника Как видите Многоугольник у нас Правильный Поэтому Увеличение длины Стороны Многоугольника Естественно Увеличивает его Размеры Если мы же Возьмем Обычный Многоугольник Вот он То здесь Мы уже можем Независимо Менять для него Ширину И высоту То есть Это у нас Уже является Неправильным Многоугольником Давайте посмотрим У нас ширина Видите Я меняю Давайте даже Так вот Пишем 500 Например Вот видим Что ширина Поменялась Независимо От высоты Естественно Стороны Многоугольника Они у нас Будут разные По По длине Думаю Здесь понятно Что ж Давайте выполним Практическую работу Чтобы закрепить Данные Инструменты Мы построим Черчение Чертеж Капители Колонны Да Вот По виду сверху Вот такая у нас Есть капитель Она вот похожа Но будет немножко По другому делаться То есть Профиль сверху И профиль снизу Будут фрезероваться Отдельно А уже резьба Будет фрезероваться Отдельно На щепулу Но это не важно Нам нужно Повторить Вид чертежа Вид сверху Вот наш Вид сверху Он очень хорошо Подходит Для практической Работы Почему? Потому что Здесь есть И прямоугольник Построение Прямоугольника Построение Правильного Многоугольника Окружность И так далее Что ж Давайте приступим Сначала Сначала построим Габаритный Прямоугольник Он у нас будет Равняться 130 на 130 Даже возьмем Скажем так Не габаритный Прямоугольник А квадрат Со стороной 130 миллиметров Давайте сразу Зададим Сторону Возьмем Указать интерактив Здесь в принципе Не важно Все создали Дальше В этот квадрат Пишем Правильный Многоугольник Заходим сюда Обычный Многоугольник Даем Количество Сторон У нас будет 8 Вот И нужно Обязательно Указать Длину Стороны Длина Стороны У нас 53 85 Укажем Длину Стороны Так Нажмем Заменить Объект Указали Теперь Нужно Повернуть Наш Многоугольник Таким вот Образом Как на чертеже Для этого Обязательно Включим Узловые Привязки Возьмем Занужный Угол И ведем До срабатывания Узловой Привязки Вот Все у нас Привязка Сработала Видим Что у нас Идеально Вписался Многоугольник В квадрат Далее Нам необходимо По виду Сверху Симитировать Профиль Вот у нас Идет Расстояние 11 Так И расстояние От этой точки До этой 11 От этой до этой 3 Ну здесь Кстати Легко Это сделать При помощи Данных Инструментов Для этого Выделяем Многоугольник Нажимаем Кнопку Плюс На клавиатуре Для тех Кто не знает Кнопка Плюс На клавиатуре Создает Копию Поверх Объекта Дальше Даем Команду Здесь Минус Например 11 Как раз Проверим Операторы Умноженное На 2 Потому что Нам нужно 11 отступ Сделать На каждую Сторону Единственное Не забываем Что здесь Нужно Обязательно Было Поставить Замочек Поэтому Вернемся Поставим Замочек И пишем Минус 11 Множенное На 2 И нажимаем Enter Видим У нас Произошел Отступ В точности На 11 Мм На сторону Так Дальше Еще раз Выделяем И здесь У нас Получается Отступ Должен быть 3 Мм То же самое Нажимаем Плюс Чтобы создать Копию Поверх Объекта И пишем Например Минус 3 Опять Умноженное На 2 Можно было Написать Минус 6 Просто Демонстрация Операторов Все У нас Сместилось Получили Нужное Смещение Эти Лидии Мы потом Достроим На углах Давайте Построим Окружность Внутри Это легко Сделать Просто Выбираем Любой Из Многоугольников И выбираем Здесь Инструмент Окружность Можем Убрать Угол Угол Поворота Нам Больше Не нужен И Можем Задать Диаметр Диаметр У нас 50 Мм Задаем 50 Мм Обращаю Ваше Внимание Что У нас Базовая точка Стояла Сбоку Так Нам Нужна Окружность В центре Поэтому Обязательно Ставим Окружность В центре Вот Еще Раз Так Поворот У нас 0 И Диаметр 50 Нажимаем Создать Объект Все Окружность Создала Нам Нужно Ее Вписать В квадрат Тоже Легко Сделать Выделяем Окружность Просто Берем Здесь Квадрат И В принципе Все Присходит Автоматически Далее Нужно Разметить Отверстия Под Саморезы Это Тоже Легко Сделать Выделяем Окружность Сразу Даем Размер 10 И Даем По Координате Расстояние С 42 То Что Я Говорил То Можно Задать Координаты Именно Относительно То Пишем Минус Минус 42 Нажимаем Создать Объект Все Видим У нас Окружность Создалась И Даем Опять-таки Плюс 84 И Нажимаем Создать Объект Все Создали Две Окружности Видите Очень Все Быстро Все Через Ввод С клавиатуры Не Нужно Накие Размеры Задавать Вспомогатель И так Далее В Принципе Осталось Только Нанести Осевые Линии Думаю Здесь Никаких Сложностей Не Возникнет Вот Как видите Достаточно Удобный Инструмент Именно Координаты Даже Для Постояния Таких Казалось Достаточно Сложных Чертежей Что Можно Сказать Что Урок Подошел К концу Звезды Я не Использую В своем Практическом Черчении Можете Их Изучить Самостоятельно Еще Раз Повторюсь То Есть Инструменты Координаты Очень Незаменимы При Сложном И точном Черчении Особенно Когда Нужно Поменять Размеры Наклонных Линей Когда Нужно Поменять Размеры Наклонных Прямоугольников Когда Нужно Быстро Померить Размеры Наклонных Линей И так Далее Если Есть Еще Вопросы Под Данным Инструментом Пишите В комментариях Под Видео Я Обязательно На них Отвечу Что Думаю Урок Был Полезен И До новых Встреч